Всем привет, друзья! Мы играем в Mordered Soul Suspect. Кстати, я посмотрел перевод, тогда я посмотрел перевод на Яндексе, и какая-то чушь. Официальный перевод. Убитый. Душа подозреваемого. Всё. То есть Яндекс наградил, конечно, чушь, переводчик. Вы на канале Бэшот, меня зовут Влад, мы продолжаем играть в эту игру. И сейчас мы находимся на кладбище и пытаемся найти ту девочку, которая встречала у нас на входе в прошлой серии. Пройти мы туда не можем за забор. Женщины этой поговорить не можем. Ну давайте теперь будем исследовать, смотреть. Эй, не бойся! Я просто хочу спросить, и всё! Слушай, ну она такая жуткая. У неё руд как анус. Ну почему все так умеют прыгать, кроме меня? Надо бы научиться, что ли. В дырки залазить даже не можешь. Ну ты явно умеешь, слушай. Может здесь тарзан какая-нибудь? Увидеть её, не? А, подожди, я могу через забор, да, перелетись. Где-то женщина сидящая. Сидящая на чём? Я вообще... Да жди. Вот она. Ага. А я не могу за этот забор за тебя, да? То есть вот секция открывается. Эм... Что-то у меня жизни там не отбавились. Мне кажется, да, я видел. Потому что я зашёл, когда там доктор, он там стоял. И я отсюда видел там какую-то блестящую штуку. Штуку, я подумал, что это свиток до этого. Ну вот, татуировка розы. Этого я совсем не ожидала. Урона на новая татуировка. Но этот раз она не связана ни с преступлением, ни с насилием. Она про меня. Про нас обоих. Две приплетённые розы. Кажется, он считает, что наши отношения навсегда. Он набил её поверх тату, посвящённой родителям. Ну, это прям, да, это заявочка на долгую жизнь. Так что крепись, мать. Она, наверное, там в шоке была. Ты чё, умираешь, что ли? Чё, ты не перевели? Сюда! Пациент опять бредит! Боюсь, сейчас будет припадок. Это вы миниатюру уже развеялись? Сделайте для него, что можете. У него органы отказывают. Уже недолго осталось. Я не могу говорить. Вы не видите? Ему больно. Я у него на коленях стою. Все мы тут долго не протянь. Все мы тут долго не протянь. Прошу. Вообще, с ума сошли, ребята. Ладно. Не в этом дело. Погоди. А что мне сейчас делать? То есть я что-то забрел. Я брел, брел и забрел, и теперь... А вот это прям странно. Не открытых форточек. Непрозрачных дверей. У меня чё, заперли здесь, что ли? Посмотри, вот-вот-вот-вот. Тут ты рейджил. Ну, понятно же, что я что-то интересное. Ты через здесь... Ты нагнись и пройди сюда, ты что? Ты вообще прикалываешься на меня. А что делать? Смотри, они прям... Они прям... Не дают мне пройти. Витофайк, хватит там всему лять, вставай. Работы полно. Так, подожди. Я не могу говорить. Вы не видите, ему больно. Ты почему-то... Прошу, помогите. Подожди. Если бы мы не могли чё-то заходить, но мы зашли. Мы не могли бы выйти. Но там есть вот эта миниатюра от этих ребят, которые якобы умирают. Как бы мы их прослушали, и с осени нельзя пройти. То есть, это запланированный ход. Она переместилась сюда. Прямых переходов нету. Даже вот эти балки. Они вот такие. То есть, по ним не пройти. Я бы не прошёл. Окна. Окна какие-то... Слушай, ну это прям бред какой-то. Я с вами через стену могу разговаривать? Может, я в челочек-то... Пс-с-с... Как чувствовать? Твою ж налево, а? Ничего, вылечить надо. Вече страну-ка давай. Я не могу говорить. Можешь ли не видеть? Ему больно. Еще раз. Я не могу говорить. Заладила своё. Вот это уже... Вот это уже заявочка. На проход. Все, я на дужку. На дужку кровати встал, да? Слушай, на заборе все одинаково увеличены. Подожди, на дужку кровати встал, я по часу не на ящик, а вот здесь нет? А вот на этот маленький. Прям влететь как-нибудь. О, смотри. А почему подсказки не было? Я все время так умел? Я все время так умел? Та дырка в заборе. Тут промежуток, куда мы не могли попасть. Крыша. Это решает вопрос всего вообще, что мы не могли пройти. Надо бы научиться. Ты меня удивляешь, парень. Ты раньше не мог мне в самом начале игры это научить? Это решает все проблемы, абсолютно. А я опять здесь, да? Новая татуировка правосудия. Новая татуировка у него на спине. Еще одна женщина. Но, к счастью, абстракция. Абстрактная. Феймида с весами. Но без повязки на глазах. Я спросила, что это значит, и он вполне отказался об этом говорить. И он вправе. А, впервые отказался об этом говорить. Могу лишь предположить, что у него был какой-то печальный опыт отношения с неслепым правосудием. Возможно, расскажет позже. Не рассказал. Увы, прости. Что делать? Я где? Не говорите, что вниз нужно, а? Не говори. Ладно. Ага, вижу. Слишком очевидно. Давай здесь обратимся. Обнаружить. Локон из могилы. Необходим еще один цель для полной картины. Вы с ума сошли, не вздеваетесь. Где я найду еще одиннадцать? Смотри, это патефон какой-то. Самое странное, знаешь, что вот когда... Не странное, а сранное. Когда ты вот вроде идешь, да, и ты тут раз три развилки. И ты такой, ага, хочешь все осмотреть, хочешь посмотреть. И такой на выбор, давай вот сюда зайдем. А, это сюжеты. Пошло все дальше. Пошло, пошло, пошло туда. Ты больше не вернешься. Что было там, ты уже не увидишь. И это прям бесит иногда в некоторых играх. А там, где можно вернуться, это классно. Меджурналы. Меджурналы. Патефон. Грамофон. Золотой грамофон. Ооо, опять вернулся сюда. Ооо, опять вернулся сюда. Очевидно. Погоди, ладно. Повернись, пожалуйста. Девчонка. Она не понимает еще. Женщина на опыте бы остановился, как и что тебе красавчик. Давай подскажу, что. Давай, давай, там решим вопрос с тобой. А это, ха-ха-ха, догони, догони. Ба, убежала. Хер догонишься, сучка. Так. Закутки. Такое я люблю. Здесь радует пока одно, нет скримеров. И это прям, ммм, как радует. Ненавижу скримеры, просто. Ужас. Вот самый. Наверное, тупой способ запугивания. Что-то, что-то действительное средство. Ээээ, в кавычках, да? Видимо, есть реально какая-то бойня была. Что они умели в 1600-х годах? Ничего не... Трясется. Ничего не умели в 1600-х годах. Ни пеницы, ни мотиви. Ни мази никаких. Чем они лечили там? Колышки в голову забивали. Обосраться лечения. Так. Но призраков. Нету. Это радует. Опа! Опа, стоять. Так, да, я думал, здесь основной. Основной проход. Нет. Необходимо еще 9 для полной картины. Хорошо. Так, подожди. Слушай, вот такой способ интересный. По крышам ходить, а? Я не вижу ничего такого. Слушай, а мы сейчас на остров тут сможем. Помнишь, вначале мы зашли на кладбище, там вдоль реки какой-то остров или что? Бумажка вдалеке вторая была. Мы ее не смогли взять. Потому что там была река. А теперь сможем. Это решает 4 проблемы уже. И репортаж. Как минимум, репортаж. Слушай. Теперь интересно, знаешь что? Как работают? Слушай, а вот. Они думали, что я попробую туда пойти? Думаю, слушай. Так, давай сначала узнаем, что там происходит. С вами Трэвис. Провидение. Мы в Салеме, Массачусетс. У этого города жуткая история. И он кишмя кишит призрак. Кто знает, сколько измученных душ и кричащих фантазмов обитает на этом кладбище? Кричащих фантазмов? Да это, по-моему, это перебор. Так, стоп. Дуэйн, сколько раз тебе повторять? Не смей меня поправлять. Нельзя же нести такой чужой. Тебя засмеют. Ни хрена. Моё шоу за это и любят. Ладно, извини. Давай забором. Ладно. Проблема в том, что ты несёшь бред. Знаете, у этого города жуткая история. И именно поэтому здесь всегда высокая паранормальная активность. Что? Что это? Явно паранормальщина. Я тоже слышал. Что за люди смотрят это шоу? Ты хочешь нам что-то сказать? В этом дубле нужно говорить пожёстче. Надеюсь, лунный свет попал в кадр. Так. Стоянба. Она же не просто так. Вот эти склеи в могилке, она же не просто так. Это должен быть какой-то смысл. Предметы, ссылки, что-нибудь. Ты чё пугаешь так? Чё пугаешь? Что такое? Друзья пошутили? Не-не-не. Не мог дверь придержать, что ли? Ты о чём вообще? Она изнутри не открывается. Теперь ты тоже застрял. У меня занятия. Если меня тут застукают, то лишат стипендий. Я должен выбраться. То есть это даже не твой склеп? Ну, конечно, нет. Если честно, мне уже не по себе. Это парни из Капа Дельта Фи придумали. Я понимаю, да, традиция, всё такое. Но это уж слишком. Попробуй ещё раз. Только толкни дверь как следует. Поверь. Когда выйдешь отсюда, ты перестанешь волноваться насчёт стипендии. Я понял. Он, типа, студент. Его, видимо, принимали в какой-то клуб. И как полагается у таких клубов, типа Капа, это же элитные клубы, типа Верхушка там, они обычно какое-то посвящение устраивают. И вот, скорее всего, на посвящались. Проехали, старик. Ладно, справляйся. Ты мне... Только не особо интересуешь. Эм... Иногда я не понимаю, для чего всё это, для декораций. Ну, в плане... Вот эти репортеры, те пацаны, которые скрывают там... Или я должен что-то сделать. Как это про посудия настройки. Я же... Сжимать твой коп. Так, девчонка. Мы шли за девчонкой. Стой. Чё светится? Смотри, смотри, смотри. Опять эти знаки. Слушай. Вот эти знаки рисовал та девчонка, которая у снижает. Это не для тебя. Они по всей карте разбросаны. Может, она как-то чё-то здесь рисует. Я уже не помню, как... Вот... Кто она такая? Опасно, смотри. Они двоим встречаются, расходятся в разные стороны. А это потом идёт сюда. Идёт? Не идёт. Так. Нам нужен на те моменты, когда они не встречаются. Этот ушёл. Этот поворачиваться не хочет. А, я понял. Слушай, классный ворон. Расположение у него такое удачное. Ну всё, всё, всё. Замолчил. Давай ещё раз. А почему... Вот их не привлекает. И мне нужно заново в этот триггет запустить. Спровоцировать, чтобы их действия. Нет? Слишком далеко, видимо. Ага. Интересно, через стену меня не видят? Боюсь, мы сейчас сразу проверим. Видит или нет? Нет, не видит. Смотри-ка, они видят. То есть для него это прям визуальное препятствие. Теперь мы должны узнать, как он подбегает. Он подбегает? Отлично! 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 там внизу что-то был описан но сейчас так напряженность даже прочесть не смог я понял меня завтра дима а я неправильно жал на эту мишку но в принципе мы смысл ясен на все согласен так куда он направлен взгляд загорелся и подбежит этого я так не смогу забрать он один-один все сейчас разворачивается я выбегает к искусству но сзади заточку слушай прикольно пошли за чувак там выглядела зима мне объясняли вначале ну какие-то заблудшие души вообще делали надо было надеть теплые куртки . победим пинчана уильям пинчан 1723 1889 главный летописец запечатлевший обычную жизнь этого необычного города ведь мы в этом году победят каком смысле ты про футбол говоришь да я думаю шансы велики клёво что ее так интересует футбол это не футбол интересует что такое на южный хорошо что она хочет поболтать они поболтать она хочет же такой на юный опять же как же мне себя вести чтобы ему понравится ты бы прямо скажет его на ушко да я же на него практически вешать молодежь там не надо таких намеков таких вот ахахаха это не намек намек это там был токут раз обнял там тут так это подкинул там есть сектор газа песня классная вечер на лавочке вот пожалуйста как нужно флиртовать так что нас тут что нас тут слушай ну это не специально неспроста то есть у меня как будто сейчас говорят что можно мир ему везде зайти туда-сюда я начну принимать это как должное перед сам обращать на это внимание тут раз и в одном из степи будет какая-то вот это одна из таких вот пасхалок или каких-то штук коин который должен будет собрать 1 так понятно понятно что это спрятали вы конечно так насквозь слушают это очень интересно тут прям ссыкотно знаете что призраки ведьм не бойся маленький я с тобой я спокойно может их такая ночь типа не хэллоуин типа вольтергии его душе лиха я не знаю просто ну когда-то типа все нечисто можно что увидите не таки все вау пойдем все девчонки такие пойдем пацанки сутка ну короче ну как они же девчонки говорят пойдем это кладбище обосраться мужа буду не стоят делать мне не страшно собесу штаны кирпичи смотрят висла сзади никаких уловок замечательная девушка ночью все будет просто супер вы еще здесь совокупитесь конечно мальчишки существа примитивные согласимся на он мне нравится просто даже не будем отрицать я же тебе говорю как намекать на прям в лоб хрен поймет он без своих намеков прямых так дверь смотри вот я же тебе говорю мы привыкнем к ним не будем заходить и один раз обоссоремся и больше не будем получать некие достижения потому что одну просрали только дали что за склепа вас рукой тут руку положил кубер руку тоже вампада какая-то очень интересно очень очень классно хорош такой знаешь вот опять смотри развилка опа я понял где сюжетная смотри смотри опять эти следы я тебе говорю вот это девчонка вопроса 2 почему так темно во вторых зачем нужен этот закоулок если здесь ни хрена нет слушая может я могу воспользоваться способностью тут нет на река на камень не могу вставать на скал забираться не могу мне еще хотелось бы хорошо пойдем по сюжет на пока дальше разберемся но на все ближе в ближе мы скоро поймаем это прям гадалки не ходи хотя она пропала какая гадалка рэкс оборушен мурона я предсказала рексу слова ронана насчет преступлений похоже он встревожился но не за меня просто он знает как тяжело вернуться к нормальной жизни если тебе криминальное прошлое даже когда ты полностью изменился люди не хотят давать тебе еще один шанс из-за этого я прониклась кроме еще большим сочувствием он так хочет стать другим мне нужно как следует об этом подумать они гуляли здесь да они тоже были той парочкой и поэтому она думала там ось могилы смерти ля-ля-ля тополя красивые легенды они видимо тоже прогуливать здесь тоже как те подростки то есть вон он прям намекают что вот именно также когда-то они ходили то есть по памятным местам разбросаны эти записки где они вот это все думали то есть они еще они только встречались точно они не были же помолены все-таки записки то есть она 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 его изучала все наколки туда-сюда спрашивал это же на каком этапе на первом конечно на первом свидании это все на втором идет изучение партнера понимаешь прежде чем что-то сделать с партнером нужно его изучить чему так смотришь генерал шепард шутку черную зиму ты видел женщина мать ты на меня смотришь а я хочу вон тес 2 записка взять там третью вижу погоди тебе к реке привела вот это конечно опасно подожди пожалуйста походу все собрал уже табличка история кладбища старое кладбище было гораздо меньше современного так как она расположена реки этого дважды за историю города становилась карантинные зоны в 1665 году здесь были изолированы эмигранты из англии заболевшие бубон бубонной чумой во время плавания через атлан атлантику а в 1904 году сюда направили слушай тут шрифты и думаю я пьяный было не мог а тут только сюда направили строителей панамского канала заразившийся желтой лихорадкой в обоих случаях несчастных сидели рядом с кладбищем а потом когда они умирали здесь хоронили то есть это в принципе для удобства их просто ввозили сразу лечить они естественно не могли то есть там могли какие-то ребята делать эксперимента вдруг кого вылечу правильно то есть лекарства не было тем более бубонной чумы и желтой лихорадки от испанки то еще в начале 20 века не было то есть вот а это какой 1600 какой-то ты че какой а 1904 ну да там тоже эпидемии за эпидемии ладно расскажи нам постой не бойся меня я хочу узнать кто тебя убил по он сзади стоит да 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 я я полицейский она говорить не может черт понял можете коснуться ты не пытаешься убежать ты ведешь меня можете коснуться чтобы в голову залезла ты к показа надо выяснить что хочет сказать софия она может телекинезом так это веревка вы видели веревку какая-то парика веревка бабы даже ветка ветка сломана позже здесь одна улика и пофиг сырю трещина так и знал звонай но почему он захотел убить тебя именно так ты не бойся давай выходи из воды когда при все нормально у нас связано тебе не враг взять софию на руки это дурак что ли она ужасно выглядит убийца утопил софию с помощью странного приспособления но стул это стул обычно что за чертовщина договор не понимаю какой еще договор возьми за руку возьми дурачок нет сейчас тебя убьют ты еще ребенок не надо на это смотреть там что-то важное там зацепить долбаный детектив какие нахрен убьют там там суть суть понимаешь вот антируху тянет взять за руку ковнюк ты на службе ли я клянусь я не знаю про договор пожалуйста нет не надо за что вы так со мной кто вы что вы делаете что вы как как это знак я не хочу умирать это знак я не хочу умирать не надо прошу нет прошу нет прошу нет нет он на тебе его знак он что-то означает а 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 что означает но нет подвесить как колокольку может это как-то вот связано но я честно не помню финалов как это интересно можно возвращаться джой знак звонаря стоять звонарь нарисовал свой знак на руке софи софи договор софи всячески отрицала что и не известно что и известно о каком-то договоре она отрицала что и известно звонарь спрашивал ее об этом звонарь убил софи то понятно слушай а витка чего обломана теперь у меня другая цель какую-то бумажку достать а помните вы можете телепортироваться держать пускать ты раньше мне это написала бы игра что я видел мне казалось здесь бумажка я вижу вот эту конечно что кенсон мне казалось что здесь есть бумажка вон вон что мне вверх не спарики да а ну сейчас тогда софии даем подожди на до я и на и и и так Я просто обязана была обсудить с ним этот вопрос. Я сказала, если хочешь дожить вместе со мной до старости, откажись от проклятых горковых палочек. А он ответил, что уже и так много отказался ради меня. Не самый вежливый ответ, но таков уж он. И мне кажется, он не собирался дожидаться старости. С его-то жизни. Я к тебе говорю, ка толкни, не ходишь, я стелепортируюсь прям до... Я же тебе говорю, вот. Пожалуйста. Пожалуйста. София все узнал. Ронан, я слышала крик! Мы идем на шашлык. Ты из порядки? Ну, я все еще мертв. Ты ведь что-то нашел? Ковно на балку. Да, нашел. Ладно, простите. Звонарь утопил девочку в озере и пустил тело по реке. Мама была права, это дело рук звонаря. А ты узнал что-нибудь о маме? Нашел след там какой? Извини. Хорошо ты не видела, что с ней сделал этот ублюдок. Он садист. Но знаешь, что странно? Он все время спрашивал ее про некий договор. Договор? Вроде не было ничего про договоры. Стоп. Другой случай. Выжившая жертва звонаря. Арис Кэмпбелл. Диагноз параноидальная шизофрения, бессвязный бред про казни и договоры. Опять договор. Там сказано, где она? Написано «Люкс Этерна». Это что? Разумеется. Какой сюрприз. Так, подожди. Ладно, ты готов? Нет. Ты пока иди вперед. Да. Я немного задержусь. Наши две таблички. А? Ну, увидимся в психушке. Прикольно. Что уж. А, могила Софиева его. Джулия. Скоро. Мы будем вместе. Уже совсем скоро. Брат пришел. Скучали? Сейчас спрячь чуть-чуть, да? Или достанет? Спрятан на что-нибудь. Такой чип там. Нычку отбрасывает. Чуть-чуть. Какой-нибудь сверток хуяк. Джулия Коннор. Ну да, точно. Он же Рону на Коннор. Прости, Джулия. У меня. Плохие новости. Такие. Ей еще раз все несказал. Расслабься, брат. Она в курсе. Блин, сейчас со мной заплачет. Да ты не уходи. У нас еще две таблички. Ты дурачок, что ли? Надо назад на кладбище. Мы можем телепортиться. Я вначале этого не знал. Твою мать, он вышел оттуда. Мы сейчас заберем вот этот кусок. Где он? Говно. Кладбище M Hills. А, погоди. Необходимы. Я не могу уходить. На тебе в психиатрической больнице выжившую жертву звонаря. Какая-то девушка выжила после нападения звонаря. Возможно, она что-то знает. Начать расследование. Да-да, давай. Так, давай развеснем чуть-чуть. Я прям застрял жестко. Одна табличка нужна. Но мне кажется, что она на входе справа. Поэтому давай мы сейчас вернемся назад. Ты долго там идти? Давай мультик какой-нибудь покажи еще. Вот интересно, те парни, которые грабили там что-то. Я бы их, конечно, шуганул бы вернуться. Но как этот вопрос? Город. Ты прикинь, сейчас локаций не сможем выйти. А игра не поддерживается, все. До свидулечки. Нету превьюха за стулом. Прям классная будет мне прям. Ну, конечно, ужасно. Все ужасно, но переехал. Классно. Так. Понял, газ. Понял. Тогда. Подожди, еще одна была наверху. Но это газ тоже. На ком верху он там. Давай, все-таки мы вернемся и найдем эту табличку. Я прошел под крышами и создал лестницу вот эту там. Слушай, вот для чего она была. То есть ты в пытках такой думаешь, а где, а как, а потом... Раз и... Опа. Все. Все мы видели их стоящих у обочины, оборванных, грязных, потерявших надежду людей с картонными плакатами в руках. Иногда у них есть кое-какой реквизит. Детская коляска, собака или кошка, канистра, чтобы не было так очевидно, что деньги им нужны только на выпивку. Шесть лет назад, когда я, к несчастью, заехала в Салем, мне попался человек с плакатом «Нужен бензин». Рядом с ним на земле стояла красная канистра. Я не хотела обращать на него внимания, но застряла на светофоре, и мне было неловко так долго притворяться, что я его не вижу. Поэтому я вынула из кармана два доллара и чуть приоткрыла окно. «Держи, приятель», – сказала я и просунула деньги в щель. И вот тогда, именно тогда я впервые увидела его лицо. Точнее то, что от него осталось. На меня смотрел один глаз, он как будто вылезал из обугленного черепа. Меня просто охватил ужас. И тут черные кости пальцев потянулись к деньгам. Ебать, страсти. Тогда я выпустила деньги и изо всех сил надавила на педаль газа, не заботясь о том, что на светофоре все еще горит красный. Так же бы сделал. С тех пор я начала собирать эту легенду по крупицам. Я узнала не очень много. Контуженный ветеран войны, безработный алкоголик просил милостыню у обочины и вскоре стал привычной деталью пейзажа. Жители перестали давать ему деньги, надеясь, что он тогда переберется в большой город. В ответ он устроил одно из самых жутких представлений в истории города. Он поджег себя. На центральной площади вечером в час пик. После той встречи на дороге я иногда краем глаза вижу крохотные огоньки пламени. Они исчезают, как только я поворачиваю голову, и при этом по всему телу прокатывается волна ужаса. Может, меня преследует тот несчастный призрак? Не знаю, хочет он меня проклясть или благословить, мне все равно. Я мечтаю убраться от него как можно дальше. На кладбище, я тебе говорю, тоже история смачная. Теперь возвращаемся и идем только туда, и смотрим эту долбанную табличку последней. Мы найдем ее. Стой. То есть, оно как-то ограничено, да? Гад, подожди. Я где-то затупил, да? В сторону пошел. Подожди, я нашел... Давай еще раз вернемся. Потому что, когда я нашел эту лестницу, он смотрел на меня. Так, ну сейчас явно нужно сюда. Давайте, мы уже найдем последний артефакт. Мы закончим серию и начнем следующую серию с того, что пойдем к психиатрической больнице Салема. Я так и думал, что будет какая-то лечебница или что-то типа того, потому что, ну, невозможно. Так вот, кладбище. То есть, все такие знаковые места прям. Какие-то судна, церковь, кладбище. То есть, все такое место преступления. По-любому нужно быть психушкой. И по-любому должен быть какой-нибудь... Что-нибудь заброшенный какой-нибудь там. Я не знаю. Кладбище вот, по сути, какие-нибудь финальные локации должны было быть. Но раз нет, значит... Значит нет. Давайте посмотрим. Ты все грустишь еще, да? Ты не грусти. И ты грустишь. Отстань, не видишь, я занят поисками. Ой, да... Есть у меня предположение. Какая трагедия? Такого никто не заслуживает. Это мы помним. Подожди, помнишь, когда я говорил, что это решает четыре вопроса. Первый был на входе, второй был на крыше, третий. Про какие еще два момента я говорил? Про какие еще два момента я говорил? Может быть, это они? Подожди, ну, кто-то упустил, что ли? Мы здесь были, не были? Или были? Давай, здесь парень с патронами сидит. Все это плохо кончится. Блин, никогда столько не ржал. Никогда. Попосадся, как песня. Ты такой, не лагай здесь. Так. Локоном из могилы я получил достижение обрывки предзвеченного прошлого. Специально для вас. Смотрим. Я всегда была, скажем так, клептоманкой. Нет, нельзя сказать, что я прямо профессиональная воровка, просто... Просто мне было скучно. Краденое всегда казалось мне интереснее купленного. Мне нравилось смотреть на какую-нибудь вещицу, испытывать волнение, вызванное воспоминаниями, связанными с кражей. Ну да, и признаюсь, иногда я переживала, что меня поймают. Но чаще кайфовала от адского прилива адреналина. Только последняя украденная вещь изменила и мое отношение к таким приключениям, и всю мою жизнь. Это плохо. Ту кражу я помню так, словно она была вчера. Несмотря на то, что я уже много лет пытаюсь про нее забыть. Тот день был похож на сотню точно таких же тихих и скучных. На этот случай у нас с друзьями было припасено своеобразное развлечение. Мы ходили пить пиво на кладбище. И тогда поступили точно так же. Мы пришли на наше излюбленное место к старому полуразрушенному склепу. Но нас ждал полный облом. На этот раз склеп был заперт. Похоже, кто-то наконец проявил интерес к лежащему там мертвецу и решил, что мы не должны веселиться по соседству с усопшим. Ну ладно, мы разделились и пошли искать на кладбище новое пристанище. Это было нетрудно. Через несколько минут я нашла другой склеп. Одна его стена уже начала осыпаться, и мне удалось протиснуться внутрь. Там было так же, как и в остальных склепах. За исключением одного. В самом центре гробницы лежала какая-то пыльная рама, а в ней красовался венок из искусно заплетенной в косу веревки. Естественно, увидев такую старинную ценную вещь, я решила ее стащить. И я решила так. Подожду неделю и только потом продам. Это на тот случай, если вдруг кто-то заявит о пропаже. Я вернулась домой, положила свою сегодняшнюю добычу на верхнюю полку шкафа и вполне довольная собой легла спать. В ту ночь мне снилась мертвая, разлагающаяся ведьма. Несколько раз я просыпалась в холодном поту от ужаса. И сколько бы ни пыталась заснуть, каждый раз она возвращалась. В течение последующих дней кошмары стали хуже. Просыпаясь, я обнаруживала выдранные клоки волос и кровоточащую кожу на своей голове. Я все списала на стресс и плохое самочувствие, и на следующий день пошла в ломбард, чтобы продать эту вещь и навсегда о ней забыть. Мне просто стало дурно, когда продавец сообщил, что венок сплетен вовсе не из веревки, а из волос чьего-то возлюбленного. В конце девятнадцатого века была, оказывается, такая дурацкая традиция. Ты еще и дома эти держала. Я хотела избавиться от кошмаров, поэтому не торгуясь, скорее продала этот проклятый раритет. К сожалению, это не помогло. Совсем не помогло. Руки помыла, мать. Теперь цель всей моей жизни найти и вернуть этот венок туда, откуда я его забрала. Надеюсь, когда розыски увенчаются успехом, я наконец-то смогу, смогу выспаться, потому что я очень устала. Я больше так не могу. Это просто жесть. Это обычай. И из волос возлюбленного. В смысле, после смерти, когда он умирал и... Жесть. Подожди, еще одна частичка. Пилу. Дворцы, конечно. Так, непонятно. Баш. Панша в часовне. Пила десять. Она пила, пила и... Десять. В часовне. Это... Про церковь, да, пресс идет? Так, все, я теперь хочу отсюда спалить быстрее. Не все понятно. Спасибо большое. Не все предельно ясно. Ты откроешь меня, когда-нибудь. Полуразрушенный склеп. Я не видел полуразрушенных склепов. Они вроде все цельные. Может, его уже нет? Я все удовольствием вернул, но не хочу. Так, фонарь. Слушай, ну, что-то... Что-то такое. Крыться. Было бы классно, если бы я на какие-то горы там мог... Взабираться. Слушай, ну, не все предельно ясно. До свидания. Ты сиди, грусти там. Ты сиди там, страдай. Ты сиди, думай. Все. Всем пока. Хе-хей. Больше что, я не вернусь. Так, 53 минуты. 54. Давайте на этом закончим. Ссылки все будут находиться в описании под видео. Подписывайтесь на наш паблик ВКонтакте. Заходите на наш Дискорд. Мы там играем, общаемся. Можем, может быть, что-то разыграем. Поэтому будьте с нами на связи. Комментируйте, ставьте лайки. Всем пока. Пу.